Я хочу как бы мужчину, в котором я буду чувствовать себя в безопасности. Вы готовы ему полностью подчиняться? В разумных пределах, да. То есть ответственность он должен брать полную, но слушайтесь опционально по настроению? Ну, то, что как бы допустимо принципами и нормами. Какими нормами? Общественными. Ебать, какими? Вот тут я живу в стране, в которой многоженство. Ну, хорошо, чтобы не давили меня как личность. А вы личность? Я считаю себя личностью. В чем заключается давление на личность? Ну, если будут ограничивать какую-то мою свободу, мой воздух в каком-то плане, то я, конечно, не согласна. Вот я вам рисую картинку. Представьте, что вам предлагают купить автомобиль. И сообщают, что если он будет нарушать правила дорожного движения, вам будут приходить штрафы. Вы покупаете эту машину, и вам говорят, забыл сказать, периодически по ночам она ездит сама. Ну, куда-нибудь, выйдет на МКАД и хуячит 200 км в час. Как можно нести ответственность за что-то, над чем у тебя нету окончательного слова контроля? Ну да, логично. То есть вы делаете, что хотите, вы принимаете всегда финальное решение о своем поведении, но я должен нести за это ответственность. Как это работает, как это бьется? Почему мужчины у вас нет? Нету подходящего. Главное, чтобы он был со мной на одной волне. Какой у вас рост? Метр семьдесят четыре. Если я сейчас найду человека, который настолько на вашей одной волне, что даже Никола Тесла восстанет из мертвых и подтвердит это, но у него рост будет метр шестьдесят пять. Вы согласитесь? Ебал я вашу волну тогда, на которой вы эти наркотики выглядят. Ой, у нас тут такие персонажки фактурные есть. Ласт отменяется. Я просто когда описание уже вижу, у меня глаза зажигаются. Арсен, здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вам. Где найти грань между такой девушкой, которая карьеристка, там, зарабатывает, и девушкой, которая просто занимается своим любимым делом и получает за это деньги? Грань очень простая. Насколько доволен ее мужчина, ее присутствием в ее жизни? А если нету мужчины или их много? Почему нету мужчины? Много? Ну, в плане какого-то выбранного партнера нету, но как бы вокруг много. Так, перезагрузка. Во-первых, где очередь, в которую встать? Во-вторых, смотрите, вам почему не нравится быть карьеристкой? Мне не нравится испытывать стресс. Мне не нравится чувствовать, что у меня есть яйца. У вас нету ниц, поверьте. Просто поверьте, у вас нету. Спасибо. Ну, у меня складывалось такое впечатление в какой-то момент, что я очень много фигачу, и я начала из этого выходить. И у меня получается, что я понимаю, что не могу найти баланса между просто полгода фигачить, либо полгода отдыхать. И моя сфера деятельности связана с женщинами. Я понимаю, что либо, например, фигачу, я становлюсь такой немножко мужеподобной, либо... Что вам мешает не фигачить? Не могу найти баланс. И что вам мешает не фигачить? Вы просто перестаете... Что вам мешает перестать прикладывать экстра усилия? Мне кажется, что я опаздываю в какой-то гонке. Какой нахуй гонке? Ну, за какое-то первенство, наверное. Сколько вам лет? 22. Сколько вы зарабатываете? Около 100. Сколько вы хотите зарабатывать? Ну, от миллиона. Сколько вы хотите зарабатывать? От миллиона. Сколько вы хотите зарабатывать? От миллиона это до сколько? До 500 триллионов, блядь, долларов? В миллион. В месяц? Да. Вы начинаете зарабатывать миллион в месяц. Вы чувствуете, что вы перестали опаздывать в гонке или нет? На какое-то время, да. Следующее, какая планка у вас появляется? Два миллиона. Вы зарабатываете два миллиона. Вы чувствуете, что вы не опаздываете в гонке? Ну, уже понимаю, что, скорее всего, нет. Я в день столько зарабатываю. Неужели вас это не беспокоит, что вы опаздываете в гонке? Ну, я понимаю, что это хватает на все мои... Бать, а миллиона не хватает. Там на миллионе уже другие запросы рождаются. Какие запросы? Ну, какие? Ну... Правда? Сумку, блядь, Эрмес или что? Квартира, машина, да. Какая вам нахуй квартира? Вам 22 года? Нахуя вам квартира и машина? Вы бабка советская, что ли, блядь? Ну, хочется же иметь недвижимость. Нахуя? Там медом намазано в этой квартире. Нет, ну, это чувство безопасности и комфорта. Поверьте мне. Где вы живете? В Москве. Поверьте мне. Ни один человек не получил чувство безопасности и комфорта от того, что в бумажке написано, что это его. Вы исполняете программу, которая абсолютно нерефлексированно была в вас засунута. Безопасность дает только одна вещь. Понимание, что ты никогда не пропадешь. А понимание, что ты никогда не пропадешь, возникает вследствие уверенности в своих навыках. Вот у меня нету квартиры. У вас есть квартира. Как вы думаете, кто увереннее себя чувствует в жизни? Ну, у меня такое ощущение, что вы. У меня же нет квартиры. Но у меня есть навык. У меня есть навык. Я понимаю, что я могу деньги вынуть откуда угодно. Я еще очень сильно стесняюсь. То есть я из своей аудитории и деньги вообще не вынимаю. Любой другой человек, оказавшись на моем месте, раздел бы всех нахуй. Сейчас бы все присутствующие в базе. Трусы продали, квартиру продали, бабушку на органы и все мне переводить. Причем в абсолютно добровольном порядке. Да, то есть я понимаю вашу интенцию, и она правильная. Я вам просто объясняю. Вам это не подарит ничего, кроме чувства разочарования. Потому что квартира это привязка. Причем привязка пиздец какая жесткая. Гораздо больше вы получаете уверенности, когда вы совершенствуете свои навыки и понимаете, что они безупречные. Они всегда работают. Вот условно говоря, вы, допустим, условно, невероятного уровня визажист. Даже апокалипсис будет все равно, мейкап нужен. Вы знаете, что вы не пропадете. Это самое важное. А когда вы приобретаете вот такие вот вещи, твердые, диапазон вашего движения уменьшается. Уже меньше смысла путешествовать, уже меньше смысла что-то смотреть. У меня же уже есть, это значит, должно как-то отрабатывать свое. Не говоря о том, что ваши первые деньги должны быть пущены обратно в бизнес, с которого они были заработаны. Ну вот для меня, например, я не хочу пускать обратно деньги в бизнес. Я хочу пускать только деньги на себя. А мне кажется, что вот женщина, которая такая, ну вот как карьеристка, она будет как раз-таки пускать деньги в бизнес. А жить за счет чего бизнес будет? На святом духе без вливаний? Нет, ну это понятно, конечно, конечно. Я даже не спорю. Почему мужчина у вас нету? Ну нету подходящего. Нету подходящего? Ну да. А кто подходящий, опишите? Может у меня есть подходящий? Телефон и птички. Ну, я не знаю, как это описать подходящий. То есть у меня нету кого-то набора там критериев. Просто я чувствую, что подходит либо мне молодой человек, либо не подходит. Ну он старше у вас или младше? Он может быть старше, может быть младше. Просто главное, что он был, чтобы... То есть у 16-летнего есть шанс, если подойдет? Нет, 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 нет. 16-летнего нет. Почему? Потому что, ну для меня это безответственный. Нихуя себе. Вы знаете, какой я ответственный в 16 лет делал? Нет, я вас не знаю в 16 лет. Я безумно ответственный в 16 лет. Вот это дискриминация по возрасту. Ну для меня просто парни, которые там младше 22 лет, ну за редким исключением, это как бы... То есть это... Это не критерий. Я говорю, младше или старше? Не, если на два года у меня младше, то это пиздец. Это не критерий. Ну главное, чтобы он был со мной на одной волне. Какой у вас рост? Метр семьдесят четыре. Если я сейчас найду человека, который настолько на вашей одной волне, что даже Никола Тесла восстанет из мертвых и подтвердит это, но у него рост будет метр шестьдесят пять. Вы согласитесь? Ебал я вашу волну тогда, на которую вы с ним находите, блядь. Нет, ну рост для меня важен, да. Понимаете, к чему клонится разговор? Что есть критерия? Пиздец, какие однозначные причем. Хорошо. Тогда, наверное, нет у кого-то, кто проходит по всем моим критериям. Опа! А теперь объясните мне, как я должен считать человеком некое существо, которое за две минуты дошло от «нет критериев вообще», до «нет ни одного, кто проходит по всем критериям». Как я должен воспринимать всерьез ваше племя? Никак. Никак, вот так и живем, блядь. Хорошо. А вы пробовали искать таких? Ну, прям искать? Ну, нет, они как-то сами появляются. Ну, судя по всему, не появляются. Ну, в плане, что значит искать? То есть, в каком плане? Что там подхожу, кому-то знакомлюсь сама или... Быть в тех местах, где такие бывают. Ну, относительно, наверное, бываю. Ну, как бы, в таких местах. Но именно, что прям... Это в каких местах? Это в каких местах? Хороший вопрос. Ну, скорее всего, какие-то мероприятия, там, рестораны, там, еще что-то такое. Какие мероприятия? Стриптиз-бар это тоже мероприятие? Ну, нет. Какие-то такие интеллектуальные. Бизнес-форумы. Какие? Вы столько, где, когда посещаете? Ну, разные какие-то бизнес-форумы. Не знаю, просто какие-то, мне очень нравятся там, ну, то есть, мероприятия, которые как эстетические какие-то, еще что-то. Хорошо. Кто был ниже всех, но ему чего-то не хватило? Кто был ниже всех, но ему чего-то не хватило? Ближе, ближе. А, ближе, как раз ниже. Он был ближе всех, чтобы приблизиться, но чего-то не хватило. Был такой недавно персонаж? Да. Что ему не хватило? Наверное, ему не хватило того, что он может взять полную ответственность за меня. Что я с ним чувствую себя сильнее. Мне страшно. Расшифруйте, что такое взять ответственность за себя? Ну, как бы, я себе, да. В любом случае, я ищу, как бы, мужчину, который, в котором я буду чувствовать себя, ну, там, в безопасности, да. Вы готовы ему полностью подчиняться? Во всем? Ну, скорее всего, ну, в разумных, там, пределах, да. То есть, ответственность он должен брать полную, но слушайтесь опционально по настроению. Ну, то, что, как бы, допустимо принципами и нормами. Какими? Давида Лазбы? Что такое Давида Лазбы? Неважно, это не для вас шутка была. Какими нормами? Общественными. Ебать, какими? Вот тут я живу в стране, в которой многоженство. Ну, хорошо, чтобы не давили меня как личность. А вы личность? Я считаю себя личностью. В чем заключается давление на личность? Ну, если будет ограничивать какую-то мою свободу, да, опять же, там, и мой воздух в каком-то плане, то я, конечно, не согласна. Вот я рисую картинку, представьте, что вам предлагают купить автомобиль и сообщают, что если он будет нарушать правила дорожного движения, вам будут приходить штрафы. Вы покупаете эту машину и вам говорят, забыл сказать, периодически по ночам она ездит сама. Ну, куда-нибудь, выйдет нам КАТ и хуячит 200 километров в час. Как можно нести ответственность за что-то, над чем у тебя нет окончательного слова контроля? Ну да, логично. То есть вы делаете, что хотите, вы принимаете всегда финальное решение о своем поведении, но я должен нести за это ответственность. Как это работает, как это бьется? Представьте, что вы вписываетесь в бизнес, в котором сотрудники вас не слушаются. У них в договоре написано, как бы, если настроения не будет, я действую как личность. Вы бы вписывались в такой бизнес? Ну нет, конечно. Вы не видите связь с тем, что... Ну, вижу. Да. Окей. Ну, я в начале общения обозначаю рамки своего допустимого поведения, своей свободы, которую я представляю, как, например, в отношениях я бы себя вела. Это же уже получается тогда, что я сотрудник, показываю, что я буду делать, что есть в моей доме. Инструкция. Да. Я не могу понять. Я вообще, на самом деле, не могу понять, зачем вам, чтобы кто-то за вас нес ответственность. Взрослая, дееспособная женщина, которая зарабатывает деньги. Я не понимаю, зачем вам надо, чтобы за вас несли ответственность. Комфортно. Вы не приспособлены? Вы ребенок. В плане ответственность даже, наверное, какую-то, что я чувствую с собой рядом мужчину, который сильнее меня. То есть для меня, если мужчина может дать ответственности больше, чем я, например, то он для меня... Что такое ответственность? Раскройте мне. Я дебил, мне пять лет. Объясните мне, что такое ответственность? Мужчина за вас несет. Ну, образно говоря, ответственность за то, как жить, где жить, финансово ответственность. Принимать решение, где вы будете жить? Ну, не принимать решение, а в плане каких-то там бытовых вопросов. То есть выбирайте, как жить вы, он просто оплачивает. Ну, так тоже можно сказать. Вас не смущает, что у вас отбор построен в пользу бесхребетных соединяков, которые себя не уважают. В какой мультивселенной мужчина, который может себе позволить полное обеспечение женщины, кайфует от мысли, что решают без него, с него только оплатить? Вы холопы ищите, вы не мужчину, ищите. Нет, а что значит решают без него? То есть, ну, я же могу решать, что я говорю, там, когда я буду встретиться с подружками, там, и так далее, и тому подобное. То есть, я тогда вот здесь немножко не понимаю, то есть, про вседозвольность. Смотрите, если ему что-то не нравится, вы не можете это делать, даже если вам очень хочется. Но если вас такое не устраивает, тогда забудьте слово «брать за меня ответственность». Либо вы, ну, нет, такие бывают, я, безусловно, бывают, да, то есть, богатые, бесхребетные, такие находятся. Но это не то, что вам принесет женское счастье, это не то, что вы ищете. Ну да. Вы ищете убер-сверхтерминатора, который еблёт весь мир хвостой в гриву, но рядом с вами он превращается в подлизу, который готов принять что угодно и полностью подстроится под вас. Наркоманья. Ну, возможно, возможно. Я до сих пор не понял, что такое ответственность. И почему вам хочется, почему я никогда не встаю и не думаю, бля, пиздец, вот бы за меня кто-нибудь взял ответственность. Почему у меня такого не возникает? Ну, наверное, у меня в какой-то мере играет то, что мне хочется быть ребёнком. Ну, то есть, быть ребёнком... Есть, вы знаете, главное фундаментальное свойство ребёнка. Чем отличается от взрослого? То, что ребёнок абсолютно без каких-то рамок и границ. То, что он слушается тому, что ему говорят, потому что у него альтернатив нет. Вы не представляете, как вы попадаете в мою заметку 2019 года. Я его как будто для вас писал, как будто знал, как будто сейчас я заходил в машину времени, отправляюсь туда и там его пишу. Тому, кто претендует на недееспособность, например, как личность, не способная совершать выборы, то есть она хочет быть ребёнком, не следует претендовать на самоуправление. Насколько вы ощущаете себя ребёнком, настолько вы сдаёте свои полномочия по управлению собой. А если вы хотите быть ребёнком, который ещё и ничем не ограничен, вы хотите быть тираном, а не ребёнком. Вы хотите всё, и чтобы вам за это ничего не было. Это очень удивительно, очень редко бывает с женщинами, знаете. Проблема в том, что вы не осознаёте... Ну, хотя это не проблема, вы, в принципе, кайфуете. Вы не похожи на человека, который... Проблема потом начнутся, проблема потом начнутся. Что... Сказка рыбаки из золотой рыбки. Надо понимать, что у всего есть пределы применимости. Вы не можете купить очень быструю машину, и при этом, чтобы она была очень дешёвая и очень безопасная. Об этом можно только мечтать, но этого не будет. И здесь то же самое. Вы хотите иметь полную независимость, при этом полное обеспечение. Такие дураки, безусловно, есть. Их много. Но вы не будете с ним счастливы, как с мужчиной, потому что вы не будете его уважать. Но я, собственно, хочу найти мужчину, с которым я буду счастлива именно с ним, как с мужчиной. Да. Но такие мужчины, которые вам нравятся, уверенные, сильные, знающие, что они хотят и понимающие, они всё-таки ищут женщину, которые будут подстраиваться под них и встраиваться в их образ жизни, а не перетягивать на себя. Когда мужчина и женщина встречаются, без исключения всегда происходит следующий процесс. Один подстраивается под другого. Вопрос всегда только в том, кто в кого. Все пары, которые вы видели в жизни, которые 50 на 50, равноправие, уважение друг друга и прочая, и баллистика, нужно просто брать и смотреть по цифрам. Кто что выбирал и кто в итоге как поступил. И вы обнаружите, что везде, где говорится про равноправие, где уважают друг друга, партнёрские отношения, главная женщина. Она принимает все решения, мужчина просто говорит, да, ну да, 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 да. Вот поэтому у вас, как у типичной умной, рано сформировавшейся, рано начавшей зарабатывать, рано поднявшей свою планку к мужчинам, прекрасной русской женщины, следующая проблема. Подстраиваться вы не хотите, тех, кто будет подстраиваться под вас, вы не уважаете? Как мы будем решать эту проблему? Не знаю. Поездкой в Колумбию! Ну как мы будем решать? Нет, правда не знаю. Но вы чувствуете, есть ли такая проблема, или я ее с потолка взял? Ну, наверное, есть. Я просто как бы еще перевариваю. Переваривайте, я ваше ощущение спросую. Может, я вас просто манипулирую, в какие-то рамки поставил, давлю авторитетом? Наверное, есть. Наверное, больше есть, чем нет. А почему вам так хочется не слушаться, что вам говорят снаружи? Я никогда не слушалась. Почему? Не знаю, у меня как-то так всегда было, что, ну, в семье, что если я там чего-то хочу, я это добьюсь любым способом. И неважно, там будут меня ругать или не будут меня ругать. То есть я, ну, привыкла к такому, что если я знаю, что мне это нужно, я это сделаю. И вот эта модель поведения, она пошла со мной, видимо, дальше по жизни. Поэтому мне сейчас страшно, что если вдруг мою свободу будут ограничивать. Плюс в какой-то момент мое выживание, оно было связано с тем, что я делаю именно свои решения. То есть я выбираю там свой путь. И каждый раз, когда я делала то, что я считаю наперекор всем, я в итоге выживала в каком-то плане. Когда закончились ваши последние серьезные отношения? Три года назад. Почему? Ну, потому что на расстоянии были. Мы встречались на расстоянии, плюс встали друг от друга. Почему за эти три года вы не захотели других серьезных отношений? Ну, у меня были какие-то там взаимоотношения, но просто никто... Я никого не влюблялась больше. Вот так. А если я не влюбляюсь, то мне не хочется быть с человеком. Вы испытываете что-то к тому молодому человеку, с которым три года назад расстались? Абсолютно ничего. И никогда не скучаешь? Ну, я скучала раньше, конечно. Я уже столько там проработала всю эту историю, что... А, вы проработали. Ну, конечно, конечно. Замечательно. В итоге, сейчас вы никогда не скучаете по нему? Ну, как по человеку скучаю. Как по отношениям нет. Вы по нему скучаете? Почему? Я вас спрашиваю, вы по нему скучаете? Вы говорите, нет, но как по человеку, да. Ну, просто у меня как бы... Ну, этот человек перешел в разряд, типа... Ну, как... Типа, не отношений, не как мужчина, а как просто человек. А мужчина не человек? Нет, ну, тоже человек. Вы с ним не поддерживаете контакт? Поддерживаю. Ебало, Ванечки, мы джинировали, который с вами знакомится и думает с вами какой-то романтик, а вы там с бывшим три года общаетесь и скучаете как по человеку. Как говорил Владимир Вольфович, женские психиатрические больницы по всей стране, по всей, и нация оздоровится. То есть у вас есть некий бывший, с которым были дистанц-отношения, они закончились, но вы скучаете по нему как... Вы не скучаете по нему, и не скучаете по отношениям, но отношения поддерживаете, но они другие, и скучаете по нему как по человеку. И вы хотите, чтобы за вас взяли полную ответственность, но при этом вы хотите, чтобы вы были полностью свободны, потому что у вас характер, вы амазонка, вы воительница, всегда добиваетесь своего. Вы нахуй нужны тому мужчине, который вам нравится. Думаете, мы все суицидники, которые хотим сойти с ума, блядь, обваться, что ли? Какой мужчина в здравом уме сидит перед сном и думает, эээ, блядь, сейчас бы мне девку, да такую, чтобы бывший, с которым три года общается, и которая нихуя не будет меня слушать и все делать по-своему, и карьеру. Он уж прям встает, и он кончает без мастурбации от этой мысли. Вы так все это представляете? Ну, я как бы тут немножко не согласна. Ну, раскройте. Ну, я не скучаю по нему, ну, что сделать? То есть, в плане, типа, как по мужчине, с которым у меня были отношения. Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, у меня в голове это норма. Абсолютно. Если бы ваша подруга вам так сказала, вы бы нормально к этому относились? Ну, если бы я знала, там, немножко больше факторов, то, наверное, да. Если бы ваш будущий мужчина так себя вел, вас бы это никак не смущало? Ну, я просто, наверное... Он говорит, я тебя обожаю, ты моя мечта. Раскем ты переписываешься? Это моя бывшая, три года уже общаемся. Не, ну, я бы такого не выбирала, конечно. А почему? Ну, просто, лучше тогда было бы мне это не говорить. А почему? Ну, не знаю. Не, ну, просто для меня, я такая, ну, типа, я бы не хотела такое выбрать. Окей. Почему вы так делаете? А потому что я... Вам можно? Нет, потому что вам можно. Я никому не принадлежу. На данный, как бы. То есть, как только начинаются отношения, вы говорите своему другу, пошел... Конечно, конечно, конечно. Охуденная дружба. Охуенное общение и охуенное отношения. Сразу видно, что цените его как человека. А не как использованный изделие для эмоциональных вот этих всех. То есть, у вас есть друг, которого вы цените как человека. Но как только появится мужчина, ему волчий билет. Ну, точнее, как бы, ну, я обозначу, что там, да, как бы, ну, вот, все, появился молодой человек, и, скорее всего, он будет против. То есть, я, как бы, ну, даже спрашивать не буду. А он в курсе об этом обстоятельстве? О каком? Ну, что как только у вас появится мужчина, ему до свидания. Ну, я думаю, что он понимает это. А зачем вы общаетесь? У вас рано или поздно появится мужчина? Ну, просто интересно. Ну, как бы, прикольно. А почему тогда не продолжите общаться? Вам интересно и прикольно? Ну, так мы продолжаем. Нет, когда появится мужчина? А, ну, потому что я думаю, что мой молодой человек, там, в будущем, это, ну, ему будет неприятно. А что неприятного? Вы же просто общаетесь. Ну, мужчины, мужчины, они очень сильные собственники, в принципе. Все мужчины? Большинство. А вот этот, с которым вы общаетесь, он не собственник? Не знаю, наверное, собственник. То есть, по-вашему, он не питает никаких романтических интересов к вам? Я думаю, что нет. А у всех мужчин они же собственники? Ну, Этот вообще вами обладал в каком-то смысле? Насколько можно такой независимой женщиной обладать? Как горная лошадь неоседланная, которая скачет по лугам и полям? Ну, у меня вообще был вопрос про Брайда, про работу. А это прямая зависимость. Если у вас нету мужчины, какая вам нахер разница, что вы не в бизнесе? Кстати, классно сливаетесь с диалога, но мне это не сработает. Вы же знаете, что он к вам питает романтические чувства? Нет, у него девушка была очень долго, поэтому... И что? Не считается, Так никогда не бывает, что есть девушка, а чувства питает параллельно к бывшей. Ну, мне кажется, это просто как хорошая связь. Которая пойдет нахуй, как только появится мужчина. Ну, да. Это хорошая связь. Ну, в плане... Ну, я не знаю, как передать все, что я ощущаю, как бы сейчас... Вам 22 года. Правильно? Да. Вы 4 года в отношениях с МЧ. Год вместе, 3 года поддерживаете просто общение как с человеком. Это одна пятая в вашей жизни. Одну пятую в вашей жизни вы провели с кем-то, и вы планируете по щелчку пальцев, как только у вас появится кто-то, забыть об этом и никогда не вспоминать. Ну, да. Как вы себе это представляете? Что вы просто добавляете в черный список и больше никогда не думаете и никогда не вспоминаете? Не, почему я же могу думать и вспоминать? А думать это не предательство? Ну, я же не могу контролировать, например, хоп, мне какая-то мысль пришла в голову и... Хорошо. Вы добавляете в черный список и никогда больше не пишете? Ну, да. А если отношения закончатся, напишите потом еще раз? Я не пишу сама. А если он напишет? Мы ответим да. хотите у меня что-то еще спросить? Нет. Спасибо вам за ваше время и внимание и, то есть, поднятое настроение. Очень яркий смех. Я такой, наверное, пару лет не видел. Спасибо. Спасибо за заразительный вот этот Wi-Fi радости. Спасибо. Вопросы еще? Все еще радикал? Вот просто мне скажите, все еще радикал? Или, может быть, все-таки с ними что-то не так, блядь? Работай, Клаус, работай, родненький. Вот представьте, как это унизительно. Представьте, как это унизительно. Представьте, что вам такая девушка понравится. Вы цветы дарите, вы ее провожаете, вы о ней думаете. Это же просто пиздец. У меня нету никаких претензий к женщинам, кроме того, что они лживые насквозь, лживые насквозь. Просто женщина не может сказать одно слово и не соврать, не солгать. Ну, скажи ты все честно. Да, вот есть лох, он болтается, я его даю на эмоции, хочу найти другого лоха, который при бабках, который будет всеми капризы исполнять и при этом не будет меня даем. Ну, блядь, нет, эта вся хуйня выдумывается, конструкция, блядь, отношения, неотношения, дистанционность, господи. Как не попасться на таких девушек? Людей читать надо уметь, людей читать. Вы видите, что я разговариваю с людьми, я начинаю угадывать факты их биографии. Когда у вас будет такая же насмотренность, как у меня, вы будете видеть с первой секунды. Я настрадался, потому что дохуя, а потом резко за голову взялся. Ну, девушка, конечно, безусловно, сумасшедшая, яркая, сумасшедшая, очаровательная, харизматичная, но ровно настолько же имеет потенциал к убийству, блядь, человека, нахуй, доведения до суицида. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok